есть где-то на окраине бангкока канал черной кобры и тут проходят нелегальные гонки безумных лодочников-самодельщиков кэшбэк 10 процентов на все до конца года закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием мы нашли лодочника который чемпион по дизельным двигателям в прошлом месяце представьте сейчас нам наш друг покажет нам двигатель как он устроен как вообще к вам пришла идея строить быстрые гоночные лодки как вообще так получилось что вы посмотрели на лодку и сказали о давайте сделаем из нее спорткар я родился и вырос здесь это часть моей культуры в этой части гаража мы подготавливаем наши лодки к соревнованиям ремонтируем модифицируем а также делаем двигателя на заказ для наших клиентов вы только посмотрите на этот рай лодочки стоят вау ты посмотри это вообще огроменная турбинка тут двойная битурбо смотри огромнейшая первая турбинка поменьше вторая а посмотри на эти движки глянь они какие глазастые смотрите какие прикольные пимпочки это бензиновые ребят слышишь так это воздух засасывает через эту террасу прикольные 16-клапанный а чё на трамплёре тойота 1600 если я к примеру хочу участвовать в гонках сколько примерно будет стоить создание такой спортивной лодки на заказ 600 тысяч бат для дизельного двигателя то есть получается чтобы себе поразвлекаться так надо около 10 тысяч баксов на самом деле это не так много и там такие же были просто можно регулировать натяжение ремня ты понял разводишь свой ремень месяц менять это все-таки спортивный беде это коленвал это по ходу помпа которая качает жидкость это генератор сколько у вас сейчас лодок сейчас у меня есть 10 лодок которые участвуют соревнованиях дизельных двигателей 6 и 4 бензиновых какие плюсы и минусы есть между бензиновыми и дизельными двигателями дизель более мощный но бензиновый легче чинить и стоит он дешевле к тому же это разные классы бензиновые двигатели обычно устанавливают на более маленькие лодки а что вам нравится больше дизель или бензин ну конечно же дизель он более быстрый и более веселый а проводка подключается да это вообще работа там капец натяжка смотри генератор скоро этот двигатель будет давать жару тут что-то раскручивается прямо этот вот те стадии что-то тут не работает да они растачивают да просверливают чтобы подключить этот странный колокол вместо коробки передач а это так понимаю маховик такой странный где вы берете эти двигатели снимаете со старых машин или покупаете новые мы покупаем был автомобиль снимаем двигатель и переделываем его чтобы можно было устанавливать на лодку из автомобиля и сузу пикап пикап таиландии пикапы очень дешевые и их очень много а не висок он не вы просто посмотрите из какой рухляди они делают конфетки старые двигатели вот и походу сразу с машины прямого снимаю да вот с этой вот вода же движок вода головки с движка все разбирается и превращается такие вот движки вы только посмотрите сколько здесь запчастей сколько можно экспериментов начудить колокол не заводской видишь это место коробки передач ставится да я так понимаю что все-таки коробка передач у них есть как минимум на задней передней походу тут и стартер прокачены или они его специально никелируют этот блестит а а чё ли они здесь какой-то подвес а даже к лодке прикручивается смотри там подшипник это понял это когда они рулят он проворачивается на вот этом подшипнике походу смотри чем он тут вообще два датчика это две турбины отображаются давление от давления 100 они слишком много но тоже наверно в пися и мире так что не пугайтесь что такие огромные цифры откуда воздух берется конечно же отсюда вода вот он засасывается проходит первую турбину потом заворачивается по вот этому завихрителю заходит во вторую в ней еще сильнее сжимается просто до бешеной атмосферы выходит выходит охлаждается в этом бочонке охлаждается водой прямо из канала и дальше заходит двигатель насколько мощные эти двигатели вот это наш самый мощный двигатель 3 литра зверюга невероятная и турбина стоит да да причем учтите что это лодка она намного легче чем машина чё ты скажешь насчет вот этой вот турбинище я никогда в жизни таких больших турбин не видел как грузовика с фуры какой-то поставили не пилит мне палец не свободное вращение так приятно вращается там наверное подшипники такие качественные самое минимальное сопротивление было как все блестит каких скоростей можно добиться с помощью таких двигателей мы замеряли с помощью gps максимально скорость которую мы получили 150 километров в час разгон до сотни около одной секунды одна секунда говорит что до сотки за одну секунду так а может быть даже тесла иван макс завидуй нам вот это понимать для разных движков для разного объема до тяжелая ой я не могу поднять но слышишь килограмм 15 на 20 интересно почему такая горячая часть уже очень толстого металла это половина да это получается они вот так соединяются нет да горячая холодная часть а что вот это за штучка она спускает давление это штучка чтобы делать вот так ну а если вы дети и хотите поиграться вот у вас терпинка может использоваться для гидроэлектростанции что вы думаете пишите в комментариях ребят это винт с лодки скоростной а зачем они его так скукожили я не пойму это супер обтекаемость ты понимаешь на бешеной скорости смотри как заточен он хорошо разрезал воду интересно как они его гнут а какими рыбка попадет это сразу суши получится просто тайцы добрые люди поэтому у них все в форме сердечка а это лишние запчасти коробка передач и сцепление здесь не нужны на данного подай от мотаром на короче ребят сейчас будет смертельный опыт специально для нас эти ребята заведут этот двигатель прямо здесь и разгазует его на полную мощь последняя подготовка перед запуском жесть выглядит очень страшно вот он этот монстр это топливный насос предварительной подкачки плюс-минус это дизельный дизельный оба заработал ты слышишь звук топлива пошло из бачка вот этого вот все ключ зажигания как говорится ждет а а Не я, майор! Ребят, вы даже не представляете, насколько это громко. Внушителей тут никаких нет. Вообще. Кэшбэк. 10% на все. До конца года. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Ну что, ребят, вот он, этот канал Черной Кобры. Смотрите, какие тут домики. А это хозяин лодки здесь живет. Вот они, его лодочки стоят. Типа гаража такого. Что-то готовится, да? Да. Ох, сейчас будет. Что мы прям по вот этим каналам будем гонять? Я не знаю. Они такие маленькие. Глянь, что они там делают. Походу, это система защиты. Они снимают ЭБУ. Чтобы никто не угнал, да? Чтобы никто не угнал. Кто-то самый винт. Странный план. Длинная такая, ты шо? Ё-го-й-ё. А, всей толпой. Сейчас мы едем на Кобра-канал, чтобы устроить гонки. Электронный блок управления установлен. Лодка готова к приключению. Бля, как он разворачивается. Смотри. Он использует винт, как весло. Да? Да. Канал черной кобры в Бангкоке. Звучит устрашающе. Это плюс? Опа. Я чуть-чуть совсем газанул. Какой импульс. И сразу заглох. Потому что у него нет холостого хода. Да. У него нет сцепления, походу. Это спортивная лодка. Это специально для соревнований. Поэтому там все упрощено. О, глядь, тут как уфиг. Ничего лишнего. Опа-па-па-па-па-па-па. Опа. Надо держаться. Потому что сейчас будет очень быстро. О! Это на холостом. Тут специально расторочки. О, глядь. А нет, он включил скорость. Ого, как коптит. Ого. Вот это коптилово. Охо-хо-хо. Нормально. Под мостом проходим. О, как коптит. Зазуми, заснили. Охо-хо. Это какой-то ужас. Вот так вот примерно мы держимся, потому что очень сильное ускорение, просто бешеное. Все, приплыли? Это просто нереальный какой-то драйв, мы не ожидали такого, ну скажите, на машине 140 км, ну что такое 140 км на машине, ну на лодке это какой-то нереальный драйв, я просто лупасик, я не знаю, Илон Маск должен нам завидовать, разгон до сотки 20 секунд, это во мне, шутки. Ребят, тут самая фишка, что на этой лодке нет тормозов, потому что на лодках вообще нет тормозов, блин, такое место узкое. Пройдем? Да, пройдем, но очень стрёмно, глянь, как близко, смотри. Вообще, прям. Алло! А тут с нами рядом бензиновый двигатель. Похоже, сейчас мы выехали на самый главный канал, и сейчас будет самая максимальная скорость. Ты думаешь? Да. А что тут? Тут бензобак? Нет, вот он бензобак. А что здесь, не знаю, брод идет. Аккумулятор возложил? Что здесь? Компьютер. А, подними, подними. А, точно! Спортивный? Да. Перепрошил походу, да? Окей. Вот она рулилка. Это газулька? Да. О, прокачена вторая лодка. Вот это моща. Ёлки-палки. Я какой фонтан. Ты хочешь сказать, и мы так сейчас полетим? Да, мы еще круче. Шок. Посмотрите, сколько литров здесь? Энжин. Литров. Ох, и монстр, конечно, движок. Ох, и монстр! Ох, и монстр! Уаа! У-у-у-у! Ой, ой! Ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Я просто не ожидал такой мощи! Когда нам сказали, что он разогняется за одну секунду до сотки, мы не поверили. Это прям американские горки! Такое ускорение просто жесть! Такое чувство, что ты телепортируешься в иное пространство. Вот тебе канал черной кобры! Вот это да, вот это мощь! Но друзья, это еще не все, сейчас будет еще большая жесть. Просто этот мужичок, он хоть и взял в прошлом месяце чемпионство, но чуть позже он травмировал свою руку и сейчас не может максимальную скорость показать. Поэтому сейчас его друг покажет нам самую максимальную мощь и самую максимальную скорость. Сейчас мы оттянемся. Остаются только самые смелые. Потому что сейчас будет расколбаса. Ну что, скажите моей маме, что я ее люблю! Паша решился на супер бешеную скорость в одиночку. О май гааш! Вот он канал черной кобры. Ого! Класс! Нормально, нормально! Ох, ничего себе, расколбасик-то! Ё-моё! Ого! Ох ёмоё, как она коптит! Прям ядерная лодка. Ну что, друзья, это нереальная какая-то дичь, ты садишься в лодку, они начинают ехать, ты думаешь, ну что тут такое лодка, зачем они как-то влупляют, телефон так сложно держать, его просто вырывает, я его держал зубами, руками, чем только мог, это просто какая-то дичь, американские горки здесь отдыхают, потому что он поднимает винт, резко его пускает, крутящий момент такой сильный, прям сразу в воду, тебя просто уносит, вот там коробок стоит, я просто ногами обеими в него уперся, и меня все равно сносит. Мощнее, чем первый раз мы были? Намного мощнее, в десятки раз. Кэшбэк 10% на все, до конца года. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Ну что, лодки прошли испытания, мы их протестировали, и теперь мы приехали на гонки на самодельных лодках драг-рейсинг безумных лодочников-самодельщиков. Это был мелкий класс, двигатели тут от газонокосилок. Интересно, а смесь типа не с маслом, да, бодяжит бензин? Наверное. По-любому, да, потому что черный дым идет с в хлопнухи. А вот и женская команда подъехала. А это уже двигатели посерьезнее. Смотрите, как они их разгадзовывают перед стартом. Смотрите, как они, как они, как они, как они, как они. Сейчас будет стартовать эта команда. Движок, как мы видим, у него форсирован не на шутку. Ага, закрепляют винт, чтоб раньше времени не стартанули. КОМОН Ого, смотрите, у него головку двигателя сорвало. Ну а теперь настало время нашей команды. Это класс турбодизель, самый мощный на этих гонках. Фукты выложили, это чтоб победить, я тебе говорю чтоб победить. Видишь дымящиеся палочки, но они что-то затухли. Поехали! 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 Я не знаю как так случилось, но мы проиграли. В общем он сказал, что неподходящий класс, то есть у них разные лодки, то есть их поставили с более высоким классом, поэтому они сегодня продули. Ну что, короче, на этом мы заканчиваем. Как вы видите, тут вообще какая-то нереальная культура этих гонок. У нас мы такого вообще ничего подобного не видели. До новых встреч! Всем пока! Поехали! Пока!